Всем нихао! На распаковке сегодня очередная посылка с Алиэкспресса. Как-то в последнее время я не заказываю на Алиэкспрессе радиоуправляемой игрушки. И сегодня приехал квадрокоптер с Алиэкспресса. На канале у меня уже было примерно 10 видеороликов с разными моделями квадрокоптеров. И по 30 долларов, и по 50 долларов. И также был квадрокоптер Sima X8C за 120 долларов. То есть много разных было моделей, кому интересно. Здесь оставляю ссылочки, посмотрите на все видеоролики с квадрокоптерами. И как-то мне пригляделось 2 модели на Алиэкспрессе новых квадрокоптеров по 30 баксов. Это первый квадрокоптер, второй квадрокоптер еще не приехал в Украину, поэтому я его также ожидаю. Почему заказывал дешевые квадрокоптеры? Потому что как минимум это игрушка. Она не должна стоить больших денег. Соответственно заказывал на бюджет 30-35 долларов. Этот квадрокоптер стоит в пределах 30 долларов. Когда у меня была распаковка последних квадрокоптеров с Banggood, там цена была 35 долларов, 37 долларов, они мне полностью понравились. У них была камера и еще была трансляция на смартфон. Всего лишь за 35-37 долларов. То есть квадрокоптер мне полностью понравился. Я решил заказать дешевые квадрики, потому что, во-первых, мне эта тема интересна. Поэтому, ребят, если вам интересна тема квадрокоптеров, пишите в комментариях. Буду чаще и больше заказывать такие товары. Потому что, во-первых, мне интересно его потестировать. Во-вторых, вам будет интересно. Итак, давайте откроем посылочку. Посылка доехала, на удивление, можно сказать быстро. Быстро это 52 дня. То есть момент коронавируса, момент эпохи с вирусом в мире. Я считаю, что 52 дня это быстрая доставка. Все, посылочки пусто, ребят. Первый минус, который я вижу именно с этим квадрокоптером. Как видите, коробочка, ну, уничтожилась. То есть продать этот товар уже за чуть больше денег не получится. Потому что коробка деформировалась. То есть продавец, как видели, просто упаковал в пакет. Без пупырки, без поролона, вообще без ничего. То есть упаковка плохая. Упаковка плохая. Как видите, у вас здесь уже есть трещина на коробке. Главное, чтобы с квадрокоптером не было проблем. Итак, ребят, модель квадрокоптера SG106. То есть какого-то бренда здесь я вообще не вижу. Просто моделька SG106. То есть квадрокоптер no name. Но здесь есть вот такая вот хорошая эмблемка. Это 22 минуты работы квадрокоптера. Сейчас я, к сожалению, не смогу его протестировать на улице. Потому что на улице у нас ветер. Поэтому сегодня только распаковка. Вообще посмотрим, что из себя представляет квадрокоптер. Комплектация. Может быть просто запустим в комнате. А уже в следующем видеоролике сделаю детальный видеообзор. Полетаем, замеряем дальность. Если здесь камера есть, потому что я не помню, камера здесь есть или нет. Проверим камеру, соответственно. Запись видео. Ну и протестируем батарейку. 22 минуты. Или просто китаец обманывает своих покупателей. Наверное, вот так вот. Итак, есть инструкция. То есть идет скачивание приложения для айфона, андроида и гугл плей. Ну не знаю, зачем так сделано. То есть для андроида вы сразу же переходите в гугл плей. И отдельно еще QR-код на гугл плей. Ну то есть приложение здесь есть, значит камера здесь также присутствует. Инструкция. Книжечка довольно-таки большая. И самое главное, что здесь есть английский язык. Потому что у меня, даже когда был кадрокоптер Sima X8C за 120 баксов, там был только китайский язык. Ну цена дороже. Так, открываем коробочку. Пенопластовую. Итак, ребята, по комплектах. Идет сразу же шасси. Идут шасси. Соответственно, две ноги в народе называются. И четыре защиты на лопасти. За свою практику использования кадрокоптеров. Это, как я уже говорил ранее, более 10 кадрокоптеров. У меня уже было на канале. Я не считаю, что это много. Но как минимум это не один и не два кадрокоптера. У меня уже есть какой-то опыт в полетах. То я никогда не использовал ни шасси и ни защиту на лопасти. Потому что, объясняю. Во-первых, когда вы цепляете защиту и шасси, вес кадрокоптера увеличивается. Соответственно, кадрокоптер уже будет не шустрым. Плюс, дополнительный вес всегда хуже, чем без защиты. Но тот, кто впервые использует кадрокоптер, то я рекомендую использовать защиту на лопасти. Потому что лопасти очень быстро ломаются. При ударе в стену сразу же идет трещина. Дальше у нас есть в комплекте еще две запасные лопасти. Это плюс. А, даже четыре запасные лопасти. Четыре. Я думал, только две штуки. Нет, четыре лопасти идут. Соответственно, полный комплект. Микро-USB кабель. Зарядочка. Сам квадрокоптер белого цвета. Продавца еще был черный цвет. Я не заказывал черный, так как белый лучше бросается в глаза. Вот. Такие вот защиты. Об этом я только что говорил. Но на квадрокоптере, как видите, уже присутствуют такие вот ноги шасси. Поэтому дополнительные шасси не стоит устанавливать. Здесь камера стоит всего лишь HD. Но продавца был еще вариант на 4К. Но там цена уже больше 45 долларов. Я заказывал минимальную комплектацию, чтобы вообще проверить и полетать на квадрокоптере. Так сказать, вспомнить молодость нашего канала. Ну и сам пульт. Пульт очень маленький, как видите. Есть две антенки. Работает на сети 2,4 ГГц. То есть это хорошее управление. Сзади вот такие вот есть ручки, которые открываются. Вот так. Ну, пластик. Вот эта вот часть нормальная пластика. Вот задняя часть такая вот хлюпенькая. Здесь присутствуют такие вот ножки, куда устанавливается смартфон. Сейчас вам покажу. Вот так вот просто устанавливаем. Когда мы летаем. Но нужно одевать, ребят, без чехла. Потому что чехол также имеет скольжение. Плюс здесь резиновые накладки. Соответственно, она просто выскальзывает. Вот так вот вы летаете на смартфоне, смотрите, что записывает камера. В принципе, круто. В принципе, круто. В пультик нужно, наверное, батареечки ставить. Где кнопка включения. Кнопки включения я не вижу. Есть, ребят, здесь 3D перевороты. То есть, на роде называется флип. Скорость, то есть, выставление расходов 30%, 70% и 100%. Ретерн, то есть, возврат квадрокоптера. Это автовзлет, автопосадка. Стоп, не знаю, без понятия. Фотографирование и запись видео. То есть, если вы летаете без смартфона, то можно даже пульт использовать в таком вот положении. Скажу так, неудобно. И давайте еще проверим аккумулятор. Насколько он здесь миллиампер часов. Итак, ребята, аккумулятор еле достался. С одной стороны, это хорошо, потому что момент полета, он просто не выпадет с квадрокоптера. С другой стороны, плохо, потому что можно со временем отломать эту вот защёлку. Это аккумулятор на 1600 мАч. Что я могу сказать со своего опыта, что 22 минуты здесь может быть просто на минимальных настройках. То есть, расход 30%, полет без видеокамеры. Потому что Simo X5C, также самый дешевый коптер от производителя Simo, там был аккумулятор на 700 мАч, 650 мАч. Он летал примерно 10 минут активного полета. Здесь аккумулятор чуть больше, в два раза. Но китаец нам заявляет, что 22 минуты будет квадрокоптер летать. На 100% расходов он не потянет 22 минуты. 15 минут потянет, это будет уже хорошо. Но на минималках возможно. Итак, ребята, давайте проверим пульт. Взял и батареечки. Он открывается без отвертки, то есть просто свайпом вниз. Батарейки типа 3А, то есть маленькие пальчиковые батарейки. Мизинчики в народе так же называются. Всё, то есть кнопки здесь нету, просто пульт работает в момент подключения батареек. Ну, с одной стороны, это так же плохо, потому что пульт будет постоянно работать, получается. Запускаем. Загорелся индикатор. Давайте камеру немножечко подниму вверх. Вот так вот. Лопасти завели, соответственно, и можно уже взлетать. Немножко опускаем его вниз. И вот кнопочка, и просто сажу его вниз. Хоп. Поэтому, ребят, вы в свою очередь ставьте лайки, жмякайте на колокольчик. Ссылка на квадрокоптер под видео в описании. Также вот здесь прикреплю видео на все старые квадрокоптеры, которые были уже на канале. Кому интересно, можете посмотреть. А мы идем записывать видеообзор, проверяем все функции, полеты и, соответственно, сделаем вывод, стоит заказывать такие квадрокоптеры на Алиэкспрессе или нет. Ставьте лайки, жмякайте на колокольчик. Всем хорошего настроения и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok